ребят всем привет канал сделайся сам меня зовут Андрей и сегодня что мы будем делать разбираться почему же плыли полосы сверху вниз вниз вверх в черно-белом телевизоре огонек помните еще про такой вы вообще про канал такой помните сделайся сам не забыли конечно сам виноват сто лет ничего не снимал ладно сегодня будем реабилитироваться поехали сегодня как и всегда будет немного шумновато а во всем этом виноват вот этот вот тепловентилятор который обогревает наше помещение давайте запустим наш телевизор и посмотрим как он сейчас показывает выставим напряжение 220 вольт для этого стрелку нужно совместить с красной меткой и подождем пока прогреется накал в радиолампах если присмотреться то нет никаких полос на изображение а почему потому что данный телевизор полностью исправен звук здесь кстати бомба жизни не добьетесь такого звука вот здесь если почитать комментарии по последних видео про этот телевизор значит я дал подсказку что данный телевизор показывает без полос когда мы подключаем композитный видео сигнал сетки видео усилителя через разделительный конденсатор к лампе 6f 4p кстати я как-то ошибся и сказал что это лампа 10 штырьковая все дело в том что я ее перепутал с похожей моделью где стоит лампа 6r 4p там действительно 10 штырьковая здесь же она 9 штырьковая и вот контрольные точки одна из них это управляющая сетка данной лампы другая это общий то есть у нас уже два вывода есть для того чтобы сюда подключить композитный видео сигнал чтобы получить картинку со звуком там еще попроще можно подключить прямо к регулятору громкости и получить регулируемую громкость так вот если подключить сразу же к виде усилителю никаких полос нет а если подключить через антенное гнездо что бишь через высокочастотный тракт то полосы есть я задал вопрос дал такую мощную подсказку некоторые ребята написали что возможно причина блоки питания что он шумит и из-за этого наводится высокочастотные помехи которые в телевизоре вызывают медленно перемещающиеся полосу некоторые ребята писали что возможно неисправность модуляторе высокочастотным возможно он носит данную помеху все это было исключено путем подключения другого блока питания другого модулятора и при этом получалась та же полоса тем более медленно перемещающаяся одна полоса на экране говорит о том что помеха имеет частоту 50 герц но не совпадает по фазе частотой кадровой развертки то есть что это это фон из сети 50 герц но откуда он берется для того чтобы найти неисправность нужно ее локализировать а для того чтобы локализировать неисправность нужно мало-мальски понимать как работает телевизор и для этого нам понадобится блок схема блок схема лампово-полупроводникового телевизора второго класса чем является наш телевизор огонек и так ну нескольких словах телевизор состоит из блока питания который дает напряжение из сети с 220 вольт сеть переменного тока частотой 50 герц эти 50 герц которые мы как раз видим есть некий силовой трансформатор t180 он трансформирует напряжение выпрямители выпрямляет конденсатор изглаживает и получаем 260 вольт 250 вольт и 150 вольт для питания усилителей промежуточной частоты для питания птк для питания строчной кадровой развертки для питания усилителя звуковой частоты и так далее но пока что нас это не сильно интересует но учтите что любой выпрямитель имеет пульсации пульсации частотой 50 герц и так птк состоит из этих трех глачков усилители высокой частоты на лампе 6n23p лампа 6n23p это двойной триод то есть усилитель высокой частоты состоит из двух каскадов смеситель на половинке лампы 6f1p и гетеродин что такое гетеродин это генератор высокой частоты частоту которого можно изменять подавая на смеситель частоту от гетеродина и частоту нашего сигнала мы можем например суммировать либо вычитать при этом можем получить сигнал намного ниже по частоте чем частота нашего полезного сигнала для чего это так делается для того что работать с сигналом частота у которого намного ниже чем реально передается сигнал по эфиру намного проще намного проще реализовать контура намного проще применить более низкокачественные какие-то лампы транзисторы поэтому мы понижаем частоту которую подаем на усилитель промежуточной частоты который состоит из трех каскадов далее сигнал подается на видеодетектор а изображение у нас модулируется амплитудной модуляцией поэтому это самый обычный диод только высокочастотный ну есть там цепи коррекции но не суть далее сигнал поступает на усилитель видео сигнала видеоусилитель он же далее на цепи кинескопа и на сам кинескоп это я вам показал тракт видео сигнала от высокой частоты до кинескопа но тут еще есть такой момент как ару что такое ару это автоматическая регулировка усиления автоматическая регулировка усиления имеет обратную связь от твс узла строчной развертки и при этом автоматическая регулировка усиления воздействует на первый каскад усилителя промежуточной частоты изображения поскольку регулируя вот этот каскад можно довольно больших пределах регулировать усиление и еще регулирует усилитель высокой частоты для тех случаев когда сигнал идет довольно таки мощный и и чтобы у нас не происходило искажение поскольку будет переусиление сигнала поэтому ару моментально воздействует увидев очень большой уровень сигнала он автоматически понизит усиление первого каскада усилителя промежуточной частоты изображения понизит усиление птк и сигнал у нас ослабнет до нормального уровня если же сигнал будет очень слабый то опять таки схема сработает и добавит усиление до нормализации уровня сигнала и вот таким вот образом неких пределах при изменении входного высокочастотного сигнала ну а это будет зависеть от того насколько близко вы находитесь от телецентра насколько у вас качественная антенна в общем сигнал кинескопе будет приблизительно в одинаковых пределах и картинка она будет приблизительно по контрасту одинаковая при любых условиях то есть и в человека живущего возле телецентра и человека живущего за 30 километров телецентра что же может произойти вот усилитель промежуточной частоты изображения принципиальная схема такого что может в цепях у нас именно блока приемников а блок приемников это усилитель промежуточной частоты изображения селектор каналов в данном случае у нас птк переключатель телевизионных каналов если их цепях появится вот эта наводка 50 герц то как раз при подключении высокочастотного сигнала сеги у нас и будет это медленно перемещающаяся одна полоса откуда же она может браться ну если почитать данную книгу а книга называется это библия радиомехаников по ламповых телевизорах было свое время пособие ради механику по ремонту телевизоров автор фоменков и зимин так вот книга говорит если есть утечка между накалом а здесь накал косвенный сначала был прямой накал а потом решили отказаться от этого потому что там была некая сложность реализации в схеме поэтому сделали косвенный накал что такое косвенный накал есть у нас некая проволочка которая накаливается эта проволочка находится внутри цилиндра цилиндр покрыт оксидом бария цилиндру подведен вывод данный цилиндр называется катод он излучает электроды в зависимости от того какое напряжение к нему подведено он будет большей или меньшей мере излучать при этом не нужно накал питать постоянным напряжением достаточно будет и переменного напряжения но естественно номинал этого напряжения должен быть более менее стабильным некоторой мере так вот если будет утечка между этим цилиндром вот он этот катод и накала физически то вполне возможно что данная неисправность будет проявляться именно полосой на экране при прохождении сигнала через тракт ПЧИ тракт ПТК как это проверяется методом заменой данных ламп про то что заменить лампу на заведомо исправную это я вам не открою америку а вот про то что можно было лампы менять местами единственное что нужно было обращать внимание на схемотехнику этой лампы то есть принципе вот лампа 6g3-свой 8p она же заменяется с лампой 6g5p только вот лампы 6g38p 7 и 2 вывод он объединен внутри а в этой лампы 7 и 2 вывод не объединенные внутри то есть если вот эту лампу поставить сюда то она работать не будет а вот если лампу 6g5p сюда поставить то 6g5p будет работать правда усиление данного приемника упадет поскольку лампы 6g38p крутизна поболее где же можно взять лампу 6g5p в телевизоре без ущерба для телевизора это вытащить из каскада автоматической подстройки частоты гетеродина при этом можно вручную подстроить настройку переключил тумблер положение ручной подстройки вот этот тумблер а вот это ручка настройки частоты гетеродина в общем лампы я менял а эффект ноль тогда какой вариант ну вот тогда и пригодится та теория про которую я вам рассказывал про то что нужно понимать как это все работает и откуда может браться еще это зло а зло это может браться вот у нас схема видеоусилителя и ару лампа 6f4p половинка и триод на которой реализовано это ару и вот катод у нас питается от напряжения 150 вольт через резистор ограничивается это напряжение то есть здесь у нас уже получается напряжение 110 вольт получается вот такой вот делитель а конденсатор должен шунтировать пульсации данный данный конденсатор цепи катода да и резистор они стоят практически у всех ламп которые работают в режиме усиления вот вот эта цепочка вот эта цепочка ну в общем примеров может быть сколь угодно много но если этот конденсатор будет плохой а что может быть с ним плохого ну то что он потеряет емкость это понятно а если у него вроде бы и будет емкость но при этом будет утечка будет ли этот конденсатор нормально работать скорее всего нет и вот именно из-за этого конденсатора и была вся печаль я как бы понимая после того как заменил лампы что проблема может быть вору посмотрел внимательно схему и попал сразу же пальцем в небо принципе те ребята которые говорили что поменять нужно все конденсаторы бмт-шки мбм-ки ну в принципе они правы телевизор должна жить и не смотрите что я добавил там еще электролитический конденсатор этот конденсатор более для того чтобы телевизор еще качественнее работал электролиты здесь на удивление абсолютно нормально работали а каким образом кстати можно без измерителя емкости проверить электролитические конденсаторы элементарно просто берем конденсатор с запасом по напряжению скажем на 450 вольт это конденсатор сетевой из блока питания современного телевизора берем крокодилы и подсоединяем параллельно любому конденсатору который у нас под подозрением ну не забываем конечно что здесь есть и по два конденсатора и есть некоторые конденсаторы которые не имеют связи с корпусом у них отдельно корпус выведен на это нужно обращать внимание но факт том что параллельно подсоединяем и смотрим улучшилось качество или пропал ли фон переменного тока в звуке если при этом ничего не изменилось значит ваш конденсатор старый рабочий и не нужно менять его на новый конденсатор и здесь как раз все конденсаторы оказались рабочие электролитические не было их необходимость менять хотя те ребята которые предлагали заменить все бмтшки они же предлагали и поменять все электролиты возможно кто-то делает такой же телевизор и хочет конкретно узнать а где же тот конденсатор а тот конденсатор вот он c 336 он у меня как раз запаян с нормальной стороны вот этот конденсатор правда по емкости я немножко поставил поболее чем он должен быть а где же родной конденсатор так смотрим по схеме у нас этот конденсатор c 336 на 20 нанофарад на самом деле он стоял там на 22 нанофарада я поставил на 33 при этом все стало отлично работать ну и проверим значит у него емкость показывает абсолютно нормальная но если значит он на напряжение у нас 200 вольт подать на него постоянное напряжение от мегаметра 500 вольт и прокрутить его изоляцию то мы увидим следующую картину которая и выдает этот конденсатор и так кручу-верчу победить хочу там кто-то мне рассказывал про частоту вращения кто-то там еще что-то рассказывал вот посмотрите какое состояние изоляции у него в данный момент по первой шкале он показывает 4 мегаома но если вращать 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 и вращать то это значение меня добиралась вот сюда это у нас первая шкала значение в мегаомах и добиралась она до значения где-то 300 килоом вот как раз он так себя и проявлял по напряжениям его изоляция падала 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 и связи с этим не происходило никаких сглаживаний по пульсациям вот он виновник торжества после его замены все стало отлично работать вот такой долгий нуный рассказ ну что есть ребята не сказки вам рассказывать про то как ремонтировать конечно есть такие ребята которые могут это красиво показать но и они из тех ребят я показываю все как есть на самом деле она там все всем спасибо за внимание с вами был андрей канал сделайся сам пока ребята так и и и ПЕСНЯ Рятувальний жилет актового рауни Дякую, що зустрілися зі мною Я знаю, вам подобається бути разом І мені подобається, що ви тут одночасно Але ми мусимо полагодити небо А що не так? Так, ми чудово проводимо час разом У Києві відбувся допрем'єрний показ Проникливої та реалістичної драми Як там Катя Це історія про втрату та важкий моральний вибір Який має зробити головна героїня Анна Лікарка швидкої допомоги, яка сама виховує Зараз не час усе залишити Ми ж не до цього стільки всього пережили Алекс, ти б мені зізнався, якби у тебе були проблеми? Так Біг через місточок, ухватив клиновий листочок Біг через гребельку Вихватив води крапельку Бідний котик Дякую за перегляд!